Депортации народов в советское время у меня сегодня будет первый ролик об этой трагической странице истории. Греки оказали огромное влияние на Русь, от них пришло не только христианство, но и более практичные вещи, вроде письменности, высшего образования и виноделия. Россия на протяжении многих веков была пристанищем для сотен тысяч греков, спасавшихся от своих извечных врагов турок. Однако, приход к власти большевиков все изменил. Греков трижды депортировали, ссылали в лагеря и расстреливали исключительно по национальному признаку, и даже не реабилитировали как народ. Давайте разбираться, откуда у советской власти такая антипатия к грекам. Всем привет, это Сергей Смирнов. Как обычно, вы на моем историческом канале. Лучший способ его поддержать, подписаться на Патреон. Есть вариант подписаться на Бусти, ставьте лайки. Кто еще не подписан, конечно же, подписывайтесь. А мы начинаем. Часть греков испокон веков жила на землях, завоенных впоследствии России, в частности в Крыму. Здесь эллины появились еще в VI веке до н.э. Чуть позже большое количество греков осело и в Центральной Азии, куда они пришли с армией Александра Македонского. Но если в Азии греки к началу н.э. буквально растворились среди местного населения, то в Крыму греческая община дожила до того момента, когда полуостров был включен в состав России. Тогда же, при Екатерине II, греков подвергли и первой депортации, переселив их из Крыма в Приазовье. Впрочем, насколько эта депортация была насильственной, спорный вопрос. Так или иначе, но вслед за Крымом крупные общины греков возникли и вдоль северных берегов Азовского и Черного морей. В Одессе, Мариуполе, Мелитополе, Ростове-на-Дону и Таганроге. Таганрог вообще одно время предлагали заселить одними греками и переименовать в Спарту. Всю первую половину XIX века греки переселялись с территории Османской империи в Россию. Даже обретение Греции независимости в 1821 году не остановило этот процесс. Более того, когда Россия закончила завоевание Кавказа, царское правительство пригласило сюда греков. Там, где раньше жили мусульманские народы, которых изгнали со своих земель. Если тогда использовали более нейтральный термин переселения, то сейчас речь скорее идет о терминах геноцид и этническая чистка. Но это прям большая и отдельная тема для ролика переселения мусульманских районов в XIX веке. Давайте вернемся к сегодняшней теме. Пригласили на Кавказ так называемых понтийских греков, то есть тех, кто еще со времен античности жил в северо-восточной части Малайзии на южных берегах Черного моря. Переселение из Турции проходило целыми деревнями под присмотром российских властей. В Грузии самая крупная община греков возникла в районе озера и города Цалка. Их так и стали называть цалкинские греки. Согласно переписи, 1897 года в России проживало около 200 тысяч греков. Иногда приводится цифра в полтора миллиона российских греков, но выглядит она явным при увеличении. Зарабатывали греки в основном сельским хозяйством. Выращивали табак, виноград, цитрусовые. Ну а другие занимались торговлей, кондитерским ремеслом, рыбной ловлей. Многие служили на флоте. Ну то есть обычные занятия. Никаких черт оседлости для греков в Российской империи насчистовало. Царские власти, как правило, покровительствовали единоверцев, особенно тем, кто бежал к притеснению себя на родине. А вот среди простого народа уровень ксенофобии был выше. Хотя греческих погромов Россия не знала, зато сами греков часто называли насмешливым прозвищем Внимание! Пиндосы! Есть разные версии происхождения этого слова. По наиболее распространенной оно произошло от названия гор Пинт в Северной Греции. Оттуда обычно пребывали самые неимущие и малограмотные пилисселенцы. Ну и постепенно вот это такое не очень благозвучное и корректное слово распространилось на всех греков. Причем это слово можно встретить у многих авторов 19-го, начала 20-го века. Чехова, Куприна, Паустовского. Вообще в ходу были приблизительно такие дразнилки. Грек Пиндос на паре колес поехал в Афины продавать маслины. У Чехова в рассказе «Огни» есть такие строки. Цитата. У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Надо выходить замуж. А за кого прикажете? Ну, за неимением порядочных, развитых людей. И выходит, бог знает за кого. За разных маклеров да пиндосов, которые только умеют штупить да в клубе скандальничать. Какая же после этого жизнь? Сегодня пиндосами в России называют американцев. Пошла эта традиция, вероятно, да, от войны на Балканах уже в 90-х годах. Ну, это прям совсем другая история. С началом Первой мировой войны в России с Турцией перебрались еще около 30 тысяч греков. Причем половина из них переселилась из Палестины. И даже большевистский переворот в октябре 1917 года не изменил веру греков в то, что Россия такое надежное пристанище. Уже в начале 20-х, после Кемалийской революции и победы в войне с греками, власти Турции развернули против понтийцев, ну, прям буквально террор. По разным оценкам, его жертвами стали до 350 тысяч человек. Это помимо резни, устроенной турками в Смирне. Это сегодняшний Измир. Она, в отличие от событий в Понтии, получила международную огласку. Десятки тысяч греков бежали от верной смерти в Советскую Россию. В Одессу, на Кубань, на Северный Кавказ. Многие из этих беженцев впоследствии так и не получили советских паспортов. Они долгие годы хранили у себя просроченные греческие или турецкие документы. И это, невзирая на попытки советских властей формировать у греков советское самосознание, предполагающее отрыв от исторической родины. В первые годы советской власти многие малые народы получили свою автономию. Греки не стали исключением. В Советском Союзе было создано четыре греческих национальных района. Один на Кубани с центром в станице Крымской. Сегодня это город Крымск, известный по катастрофическому наводнению 2012 года. И три, помимо Крымска, в Донецкой области Украины. В этих районах имелись греческие школы и училища, издавались газеты и журналы на греческом языке. Ну и, разумеется, действовали органы местного самоуправления, сформированные из греков. Однако, уже с начала 30-х годов, все эти национальные автономии переживали кризис. Причиной тому стала коллективизация. В зажиточных греческих хозяйствах этот процесс приобрел характер буквально национальной трагедии. Процент раскулаченных здесь был намного выше, чем в среднем по стране. А сторонников колхозов, соответственно, да, логично, намного меньше. При этом ангреков, как от наиболее грамотной части населения, считается, что уровень грамотности вообще был свыше 80%, требовали еще и ударных темпов по коллективизации и борьбе с кулачеством. Постепенно социально-экономическая повестка отодвинули тему национального строительства на второй план. Кремль стал утверждать, что в Советском Союзе национальный вопрос окончательно решен. А в результате государственная политика в отношении малых народов стала профанацией и дни автономии были, но буквально, сочтены. Они просто превратились в некий тормоз по пути великого перелома, объявленного Иосифом Сталином. Впрочем, для полной ликвидации национальных районов нужен был веский повод. И он нашелся на Лубянке. В 1937 году НКВД начинает многоэтапную операцию по разгрому шпионско-диверсионных контингентов. Из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев, румын. Как иностранным подданным, так и советским гражданам. Почему государство устроило такой террор? Еще с конца 20-х Советский Союз жил в ожидании новой войны и интервенции. Кстати, записывал ролик об этом на своем канале. Милитаристская истерия уже не покидала коридоры Кремля, и ею со временем было заражено и все общество в целом. В такой ситуации под подозрение попадали поголовно все лица иностранных для СССР национальности. Они воспринимались как пятая колонна, как потенциальные шпионы и диверсанты. Сам Сталин рассматривал греков, поляков, эстонцев и прочих, цитата, как текучие национальные группы, национальные меньшинства, вкрапленные в ино национальные компактные большинства, и в большинстве случаев не имеющие ни определенного класса строения, ни определенной территории. Ну, судя по санкционированному террору, вождь народов не пытал какого-то доверия к вот этим национальным меньшинствам и даже к однопартийцам из их числа. Еще одна его цитата. Коммунисты из местного коренного населения, пережившие тяжелый период национального гнета и не вполне еще освободившиеся от призраков последнего, нередко преувеличивают значение национальных особенностей в партийной работе, оставляя в тени классовые интересы трудящихся. Первым делом чекисты взялись за поляков и немцев. Операции против них были самыми кровавыми. Затем настала очередь румын, латышей и харбинцев, бежавших в Маньчжурию российских граждан вне зависимости от национальности. Кстати, ролик про Маньчжурию тоже есть на канале, советую его посмотреть. Никаких разнарядок по национальным операциям не давалось, в отличие от кампании против кулаков. Так что все зависело буквально от рвения чекистов. А рвения этого было достаточно. По эффективным обвинениям в сотрудничестве с иностранными разведками и участии в выдуманных подпольных организациях были расстреляны, но просто вдумайтесь, 100 тысяч поляков, 40 тысяч немцев, 5 тысяч румын, 16 тысяч латышей, 9 тысяч финнов и почти 8 тысяч эстонцев. Наконец, в декабре 1937 года нарком внутренних дел Ежов распоряжается начать репрессии и против греческой общины. В разряд неблагонадежных греки попали во многом из-за ситуации у себя на исторической родине. В этом они были схожи с немцами и поляками. В 1935 году в Греции была реставрирована монархия, а чуть позже там установился правый режим премьера Иоаннеса Метаксоса. Он, помимо всего прочего, распустил парламент и запретил местную компартию. В этих условиях советские греки были для чекистов самой удобной мишень. Российский историк и публицист Иван Жуха, автор нескольких книг, посвященных истории репрессии против греков в Советском Союзе, пишет, цитата, Греция была очень левой стороной, сильной компартией. И вдруг в 1934 году в Греции восстанавливается монархия, а в 1936 году происходит военный переворот, и генерал Метаксос начинает преследовать коммунистов настолько жестко, что советская историография именовала его не иначе, как фашистов. Конечно, это был серьезный удар по Сталину. Потерпев столь сокрушительное геополитическое поражение, он должен был кому-то отомстить. А кому под рукой оказались греки, жившие в СССР? Одной из причин повышенного внимания советского руководства грекам мог быть и высокий процент обладателей иностранных паспортов. По переписи, 1937 года в Советском Союзе проживало 270 тысяч греков, и треть из них имела иностранное гражданство. По некоторым данным, греки составляли до 95% всех иностранцев, живших в СССР. В директиве Ежова, которая дала старт греческой операции НКВД, в частности, говорилось, цитата, Материалами следствия устанавливается, что греческая разведка ведет активную шпионско-диверсионную и повстаническую работу в СССР, выполняя задания английской, германской и японской разведок. Базой для этой работы являются греческие поселения в Ростовско-на-Дону и Краснодарской областях Северного Кавказа, Донецкой, Одесской и других областях Украины, в Абхазии и других республиках Закавказья, в Крыму, а также широко разбросанные группы греков в различных городах и местностях Союза. Ну, то есть призыв буквально к расправе. Ну и чекисты начали действовать. В греческом районе НКВД была немедленно разоблачена греческая, контрреволюционная, националистическая, диверсионно-шпионская и террористическая организация. Это название. Затем последовали аналогичные разоблачения в Мариуполе, Краснодаре, Ашхабаде и Баку. Только за 10 первых дней чекистской операции было арестовано 8 тысяч греков. Одним из первых арестовали Константина Челпана, конструктора двигателей танка Т-34, совсем недавно награжденного орденом Ленин. Позднее Челпан будет приговорен к расстрелу и незамедлительно казнен. Судили греков обычно не тройки, а особое совещание НКВД, в которое входили лично Ежов и прокурор СССР Андрей Вышинский. Процент, приговоренно к высшей мере среди репрессированных, доходил до 85%. Самой популярной статьей обвинения была, конечно, контрреволюционная деятельность, затем шло участие в контрреволюционных организациях и уже потом шпионаж. Причем это была необязательная работа на греческую разведку. Вот если арест производился, например, во Владивостоке, то в ход шли обвинения в сотрудничестве с японцами. Два их греков арестовали даже в Игарке за полярным кругом и тоже обвинили в создании контрреволюционной организации. Конвейер репрессий работал бесперебойно. На каждого арестованного составляли документ в формате А4. Потом эти листы подшивали в папку из 200-300 дел. Получался такой целый альбом. И эти альбомы отправляли в Москву на стол Ежова с Вышинским. Там оставалось только поставить подпись. Джуха пишет, цитата, На каждом альбомном листочке краткая информация по арестованному, обвинения и предложения, к какой категории его отнести, к первой, расстрел, или ко второй, 10 лет лагерей. Отнести ко второй категории предлагали очень редко, а еще реже верховная двойка не соглашалась с предложением с мест. Греческая операция продолжалась до весны 1938 года. К смертной казни приговорили 11 тысяч человек, еще несколько тысяч попали в лагеря, откуда многие так и не вернулись. Все греческие национальные районы были расформированы, греческие школы упразднили, преподавание полностью перевели на русский язык, из библиотек изъяли греческие книги, а типографские шрифты отправили на переплавку. Правительство Греции не оставило без внимания, ну, прям самый настоящий чекистский беспредел, по выражению джухи, она буквально бомбардировала протестами наркомат иностранных дел СССР и помогло. В итоге Кремль позволил выехать на историческую родину 17 тысячам греков, в основном родным репрессированных. Правда, в самый разгар дипломатической перепалки между двумя странами в Москве, всего через три месяца после назначения, был найден мертвым посол Греции в СССР Димитриус Николополус. Иван Джуха прямо называет эту смерть убийством, организованным НКВД. Зная методы чекистов, я тоже об этом записывал ролик на канале, можно допустить, что исследователь не так уж далек от истины. Итак, перед войной греческая община понесла серьезные потери, и со всеми надеждами на собственную автономию ей пришлось проститься. Однако, преследование греков на этом не закончилось. В самом конце 30-х годов начались чистки в армии. Со службы без каких-либо на то причин стали увольнять не только греков, но и представителей всех так называемых зарубежных национальностей. Уже потом, во время войны, один из организаторов массовых репрессий в армии, Лев Мехлис, жаловался на то, что войска, вверенного ему Крымского фронта, были слишком, цитата, вот цитата, засорены греками, болгарами, поляками и молдаванами. Ну, вероятно. В этом он потом искал оправдание за тот страшный разгром, который устроила ему в Крыму немецкая армия генерала Манштейна. В мае 41-го года, перед самонападением Германии на СССР, Государственный комитет обороны принял постановление о выселении иноподданных из Краснодарского края и Ростовской области. Под действие этого документа попали и греки. Правда, сразу начать депортацию советского руководства не получилось. Слишком уж быстро продвигались в 1941 году немецкие армии. Однако, как только стало понятно, что немецкий близкий рик провалился, власти вернулись к вопросу о выселении подальше от фронта государственно опасных лиц. В итоге, из Краснодарского края, Ростовской области и Азербайджана было депортировано около 8 тысяч греков. Отправляли их железной дорогой и по морю через Каспий. Спецэшелоны шли в основном в Казахстан и дальше в Сибирь, на берега Гнисея. Обычно людей просто вызывали в НКВД и под предлогом эвакуации немедленно отправляли на восток, заставляя бросать свое имущество и хозяйство. Снова процитируем Ивану Джуху. Цитата. При всем желании не получается рассматривать выселение греков 42-го года как эвакуацию. Если уж кого и эвакуировали с территорий, которые вот-вот займут немцы, так это скорее скот. Противоречие состояло в том, что хотя скот был социально полезным элементом, его гнали своим ходом, а социально опасных греков и прочих двуногих увозили по железной дороге в вагонах. Общими для обеих категорий эвакуированных были скотские условия. Более привычные все же для коров, и овец, но теперь становившиеся нормой и для людей. Под вторую депортацию два года спустя попали уже крымские греки, как и местным татарам, а также болгарам и армянам, им менили сотрудничество с нацистами. Впрочем, еще в самом начале войны полуостров заставили покинуть керченских греков, а также греков-севастопольцев, состоявших в родстве с крымскими немцами. После того, как из Крыма ушел последний эшелон с татарами, глава НКВД Лаврентий Берия пишет Сталину письмо, которое так и называется, о целесообразности депортации болгар, греков и армян из Крыма. Но если татар, армян и болгар, главный чекист, прямо обвинял сотрудничество с оккупантами, мол, нанимались в полицию, служили в Аберии СС, то обвинения в адрес греков выглядят, ну, прям совершенно безумно. Берия пишет, цитата, «Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов, занималась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и так далее». И все, больше о греках в письме Берии нет ни слова. Тем не менее, этого хватило, чтобы от 15 до 20 тысяч человек были немедленно изваны из своих домов, погружены в битком набитые теплушки и отправлены за тысячи километров от дома на Урал и в Центральную Азию. Об ужасах этой дороги, голоде, болезнях, выброшенных прямо на рельсы трупов стариков и детей рассказывать не буду. В этом плане греческая депортация ничем не отличалась от крымско-татарской, чеченской или любой другой. Это же касается и жизни на новом месте. Деревянные бараки, по 3-4 семьи в одной комнате, антисанитария, болезни, недоедание, отсутствие нормальной медицинской помощи. Добавьте к этому изнурительную работу, обычно совсем не по специальности. Ну и невозможность покинуть 25-километровую зону вокруг спецпоселения. Попытка вырваться из такой жизни рассматривалась как побег, такое государственное преступление и каралось 20-ти годами уже полноценные каторги, которые большевики, кстати говоря, возродили. Те греки, кто числился в составе действующей армии, воевали до самого конца войны. Но как только они возвращались своим семьям, их тут же причисляли к спецпереселенцам. Советско-российский историк Николай Бугай пишет, цитат, «Если причины и меры про депортацию других народов как-то обосновывались центром, то что касается греков, в отношении их не предпринималась даже попытка не только обосновать эти причины, но и хотя бы каким-то образом обозначить их». Действительно, никаких свидетельств о сотрудничестве греков с немцами впоследствии так и не было обнародовано. Если такое сотрудничество было, то это были прям исключительные случаи. Никакой симпатии гитлеровцы у греков не пользовались. Вообще, скорее наоборот, мало кто из народов Европы так отчаянно боролся с немцами. Просто массовое партизанское движение. Так почему же советская власть так ополчилась на греков? Историки обычно называют несколько причин. Якобы Сталина могла раздражать религиозность этого народа. Процент атеистов среди греков действительно был крайне низок. Вдобавок, многие из них по-прежнему жили без советских паспортов. Греков также могли депортировать из Крыма буквально за компанию с другими народами. Ну, плюс не стоит забывать, что спецпереселенцы это дешевая рабочая сила, в которой ГУАГ, несмотря на масштабы депортации, постоянно нуждался. Ну и, наконец, многие связывают репрессии против греков с тем, что происходило у них на исторической родине. Мне кажется, это разумное объяснение. После ухода немцев там развернулось жестокое противостояние между левыми и правыми партизанами. Первых поддерживал СССР, вторых, соответственно, Британия и США. Противостояние это уже после окончания Второй мировой войны вылилось в полноценную гражданскую войну, и коммунисты в итоге потерпели поражение. Такой исход, естественно, не добавил Сталину доверия к грекам, тем более имевшим иностранное гражданство. Нельзя исключать, что советский лидер буквально мстил грекам за поражение. Сначала политическое в 30-х, а потом и военное в 40-х. Уже после того, как исход гражданской войны в Греции стал очевиден, советские власти добрались и до понтийцев, осевших после бегства из Турции на Черноморском побережье Грузии, Абхазии и Краснодарского края. Обвинить тамошних греков пособничество немцам было просто нельзя, поскольку до тех мест армии Гитлера по сути и не дошли. Поэтому причин выселения объяснять вообще не стали. Греков просто вызывали в НКВД и предлагали написать заявление о добровольном выезде, на этот раз в Казахстан. Дома и имущество депортированных передавали новым жильцам. Точное количество депортированных в 1949 году до сих пор не установлено. Но вообще общее число греков, выселенных в 40-й, оценивается примерно в 65 тысяч человек. Если прибавить к этому число расстрелянных и посаженных в 30-е годы, ну как во время коллективизации, так и в ходе операции НКВД, то выходит, что под репрессии попали ну очень сложные оценки, ну наверное, ну больше 100 тысяч, возможно 120 тысяч греков, буквально половина всей общины. Но как раз в конце 40-х греческая диаспора в СССР получила неожиданное пополнение. Гражданская война в Греции были везут к концу, и прессоветские партизаны были оттеснены на самый север страны, границам Югославии и Албании. Лидер Югославии Бростит уже успел поссориться со Сталиным, так что греческих коммунистов и членов их семей вывезли в СССР через порты Албании. Албания еще не поссорилась с Советским Союзом, это будет чуть позже. Некоторым из них, в основном детям, пришлось даже некоторое время скитаться по странам соцлагеря, пока все бывшие партизаны не оказались в Узбекистане. Там для греков были организованы 23 жилых городка. Звучит вроде бы красиво, но особым комфортом эти городки не отличались. Их наспех переоборудовали из бывших лагерей для военнопленных и заключенных. В отдельные комнаты селили не по 3-4, а все-таки по 2 семьи. Так что на каждого приходилось там примерно 3 квадратных метра жилой площади. Всего в Ташкенте и его окрестностях поселились 12 тысяч греческих партизан. Статус у них был совсем иной, чем у спецпереселенцев. Жилось здесь намного свободней, они могли изучать язык, выпускать свои газеты, журналы. В Ташкенте даже появился свой греческий театр. Тем не менее, все греческие городки находились под неусыпным контролем МВД. Советские власти постоянно опасались, что в среду политэмигрантов начнут проникать провокаторы и шпионы из Греции. Вдобавок ко всему, многие из греков были убежденными коммунистами. Некоторые не оставили попыток вернуться на родину, чтобы поднять там восстание, а другие встретили развенчание культа личности Сталина, ну, скажем так, в штыки. Словом, проблем с греческой общиной было достаточно. Так, бывший генсек компартии Греции Никас Захариадис, прошедший концлагерь в Дахау, ярый поклонник Сталина, во времена Хрущева тайно приехал в Москву, пришел в греческое посольство и потребовал выдать ему визу для поездки на родину, хотя в Афинах его давно заочно приговорили к смертной казни. За эту несанкционированную поездку Захариадиса отправили на вечную ссылку в Сургут, где он и покончил с собой 10 лет спустя. Но если греческими политэмигрантами смерть Сталина была воспринята двояко, то депортированные могли вздохнуть свободнее. В 1956 году режим спецпоселенцев с них сняли. Грекам объявили, что они могут проживать в любом пункте страны, за исключением Крымской области. Тем не менее, как и земляки татары, греки часто пробирались в Крым и жили там на полулегальном положении, ну и конечно не в своих прежних домах. В свою очередь политэмигранты, начиная с 60-х годов, начали постепенно возвращаться в Грецию. Правда, в начале 70-х этот процесс был прерван, когда к власти в Афинах пришла военная хунта, так называемые черные полковники. После ее свержения репатриация приобрела уже массовый характер. Ну а с развалом Советского Союза на историческую родину потянулись и остальные греки, включая и крымчан, и понтийцев. Ну вот, греческая община в Грузии, например, в 90-е годы 20-го века сократилась, ну примерно со 100 тысяч до 15 тысяч человек. В Узбекистане в 1989 году проживало 10 тысяч греков, а сегодня ну несколько сотен, типа три сотни, очень ориентировочная цифра, потому что в независимом Узбекистане еще не было переписи населения. Тем не менее, доподано известно, что по состоянию на 2018 год в городе Чирчик, это недалеко от Ташкента, проживал один из тех греческих партизан, кто воевал и против британцев, и против немцев, и даже против итальянцев, когда Муссолини вторгся в Грецию в самом начале 1941 года. С этим эпизодом, кстати, связана интересная история. Греки тогда нанесли итальянским войскам сокрушительное поражение, и Гитлер был вынужден прийти на помощь союзнику. Многие греки, да и, кстати, не только греки, считают, что таким образом сроки вторжения в СССР были сдвинуты, и немецкие войска не успели занять Москву до начала распутицы и зимних холодов. То есть Греция в буквальном смысле предопределила провал Блицкрика. Ну, версия, честно говоря, достаточно спорная, но звучит красиво. И сегодня места компактного расселения греков при Азовье снова оказались в самом эпицентре военных действий. Мариуполь превратился в руины, а премьер-министр Греции Кириакос Мицитакис и вовсе едва не угодил под российский обстрел во время посещения Одессы в марте этого года. Приазовская община разделилась. Кто-то уехал в Грецию, которая приняла более 25 тысяч беженцев из Украины. Другие перебрались в Киев и пошли служить в ВСУ. В рядах украинской армии сегодня воюют более 500 греков. Однако многие остались на оккупировании территории и пошли на сотрудничество с новыми властями. Российская пропаганда, без конца твердящая о духовности, традициях и православии, довольно умело играет на исключительной религиозности греков и их консерватизме. И это несмотря на то, что Кремль так и не реабилитировал греков как народ. Поименно, да, многие были реабилитированы, но как народ нет. Немцев, крымских татар, чеченцев, другие народы реабилитировали, а грекам отказали, причем отказали уже во имена России. Почему-то страна, правоприемница Советского Союза не захотела брать на себя ответственность за действия своего предшественника. Такой сегодня ролик о депортации греков, которая произошла несколько раз в 20 веке. Как обычно, если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и идеально подписаться на Patreon и Boosty, чтобы и дальше эти ролики у нас с вами выходили. Всего доброго и до следующих встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok